Появляются подробности о автоаварии в Фентинской области, в результате которой погибли 10 человек. Еще 9 попали в больницу. Рано утром на трассе, ведущий в Тамбов, микроавтобус, заполненный пассажирами, выехал на встречную полосу и столкнулся с фурой. С места событий Ксения Назарова. Сейчас место ДТП практически расчистили. Вот вы как раз видите, как загружает тот самый микроавтобус, пассажиры которого погибли. Напомню, с 19 человек уцелели только 9. Они госпитализированы, трое до сих пор находятся в реанимации. Их состояние врачи оценивают как стабильно тяжелое. 10 человек скончались на месте еще до приезда спасателей. Ориентирующие предварительные информации, они в 3 часа ночи останавливались на отдых, отдыхали всего час и дальше продолжали следовать. Строители торопились домой и на одной из остановок забыли своего коллегу. Он отстал от автобуса. Это и спасло ему жизнь. Сейчас молодого человека разыскивают. Водитель большегрузов, который, собственно, и врезался в микроавтобус, рассказывает о том, как это произошло. Ехал на встречу микроавтобусу. Кабины поравнялись уже. Все, он резко вышел на встречку. Удар пришелся в прицеп. Ну и все, что произошло. Не знаю. Говорят, заснул водитель. Версия о том, что микроавтобус пошел на обгон, не подтвердилась. Как стало известно, он просто на скорости въехал в фуру. Под удар попало и легковое авто, которое следовало из Пензы за грузовиком. Основной версией следователи называют человеческий фактор. Как стало известно позже, водитель автобуса не спал почти двое суток. Оказался человеческий фактор. А водитель, который перевозил рабочих из Чувашии на газели, заснул за рулем. И совершил лобовое столкновение с фурой, которую мы здесь сами видим. У правоохранительных органов немало претензий и к владельцам микроавтобуса. Известно, что он самостоятельно переоборудовал транспортное средство. И вместо 13 мест сделал 19. Личности почти всех пострадавших и погибших установлены. Это жители Чувашии. Все из одного района и сел по соседству. Самому молодому из них 22 года. Более полную информацию о состоянии и именах пострадавших в этом ДТП можно уточнить на сайте МЧС. Ксения Назарова, Павел Литувец, Сергей Суворов, Первый канал, Пенсинская область.